Скромный, интеллигентный юноша, совершающий подвиг. Этот образ плотно закрепился за актером Александром Демьяненко. Однако по имени легенду советского кино знают далеко не все. Это актер. Да, да, знаю такого. Прежде чем советский актер, он сыграл Шурика в нескольких фильмах. А, у него сегодня рождение. Все, да, теперь знаю. В общем, мне он очень нравится. Он же в Шурике играл, по-моему, да? 30 мая Александр Демьяненко мог бы отметить 80-летний юбилей. Он пробовал играть в театре, но настоящее признание и удовольствие от работы получал именно на съемочной площадке. Свою первую роль актер сыграл еще на втором курсе ГИТИСа. Молодого человека пригласили на роль Мити в картину «Ветер». В общей сложности он снялся более чем в семи десятках картин. Однако в сердцах зрителей Александр навсегда остался Шуриком. Главным героем цикла юмористических фильмов Леонида Гайдая «Невероятные истории». Впервые на экране я его увидела еще в раннем детстве, когда шел сериал «Перед Новым годом» Иван Васильевич меняет профессию. Один из моих самых любимых. Карьера Димы Горина, насколько я помню. Операции. Ключение Шулька, наверное. А еще вот не помню. А, операции пустыни на Ключение Шулька, да, все. Надо, Федя, надо. Ну, из этого фильма в основном все, наверное. Кавказская пленница. Птичку жалко. Вот этот помню только. И все. Жалко птичку. А, да, 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 вот у Кавказской пленницы. Ну, опять же, Иван Васильевич, и кильками в наш век на травице гораздо легче, нежели водкой. Так что пейте смело. Как правило, под Новый год эти фильмы всегда показывают. Есть желание пересматривать их снова и снова. Специально для цикла «Жгучему брюнету» пришлось перекраситься в платинового блондина. Однако яркий образ так полюбился людям, что Александр Демьяненко стал его заложником. Новых ролей ему практически не предлагали. Поэтому Александр с головой ушел в озвучание и дубляж иностранных фильмов. Его голосом заговорили герои Жанна Поли Белимондо и Роберта Де Ниро, а также герои диснеевских мультфильмов. Среди них «Зевс из Геркулеса», «Император Китая» из «Мулан», «Профессор Портер» из «Тарзана». Услышать знакомые нотки можно и в голливудских фильмах, таких как «Враг государства», «Армагеддон», «Мой любимый марсианин» и многих других. В 1991 году Александр Демьяненко стал народным артистом России, а памятник актеру установлен всего в двух городах – Краснодаре и Рязани. И на обеих скульптурных группах он непринужденно заглядывает в конспект Лидочки.